35 российских производителей антисептиков подали заявки на участие в добровольном эксперименте по маркировке в системе «Честный знак». Он начнется с августа и продлится чуть больше года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Кроме того, в планах у властей контролировать производство избы дезинфицирующих средств. Главная цель эксперимента – это борьба с незаконным оборотом, а также поддержка честных производителей. На время пандемии правительство ввело упрощенный режим производства и реализации антисептиков, чтобы экстренно насытить рынок. Это привело к появлению продукции сомнительного качества. Маркировка же дает возможность отследить весь путь товара с конвейера до прилавка. Это способ понять, сколько же в действительности производится, кем и с какими свойствами. То есть государство решает проблему регулирования. Мы с вами как граждане получаем достоверные сведения о том, действует ли этот антисептик или не действует, покупая его в том или ином магазине. Мы ожидаем обеления рынка. По данным высшей школы экономики, которые были опубликованы совсем недавно, порядка 50% рынка антисептиков находится в серой зоне. Напомню, систему сплошной маркировки товаров в России запустят к 2024 году. Всего в системе «Честный знак» уже зарегистрировались более 11 тысяч юридических лиц и предпринимателей Башкортостана. Львиную долю среди участников программы составляют ритейлеры и производители табака и лекарственных препаратов 3000 и 2500 соответственно. Представителей легкой промышленности насчитывается более 2000 обуви, более полутора.